Одна пришла в декабре, новая машина, но ее не выпускали. Сказали, мы вам не дадим ее, потому что вы ее сломаете. Анастасия Карпова работает фельдшером в ЦБ Локтевского района три года. Выполняет обязанности старшего фельдшера. Как подчеркивают коллеги, живет на работе. Сейчас переживает, что ее уволят. Но она болевшим молчать уже не может. Устала. Мы бы никуда не обращались, если бы с нами кто-то разговаривал. У нас была проблема с машинами. Острая получается. Меня настигла тогда, когда я просто застряла в деревне, и двери вывалились. И я с пациентом была. Пациент был тяжелый. И мы простояли там 4 часа. Благо пациент жив и жалоб не подавал. Поддержал скорую помощь и врачебный состав больницы. Не их прихоть, потому что они этого хотят. Здесь в первую очередь направлено для населения. Для их благополучия, для улучшения качества доставки, оказания медицинской помощи. Потому что иногда у нас, извините, идут минуты, секунды для спасения жизни. Оснащена у нас машина по вообще древним технологиям каким-то цветам. И всего оборудования только запасной кислородный баллон. К талке вот. У меня слов нет это обозвать, только матами это можно обозвать. Русскими словами. Адекватами это нельзя никак назвать. Нормально. Машине холодно, сразу говорю. Нам дали «Газель». «Газель» тоже. 14 лет машине этой «Газели». По словам работников, главврач больницы диалогов с сотрудниками избегала. Категорически отказалась дать комментарии нашей съемочной группе. С нами не хотели встречаться. Были отговорки. Либо уехала, либо какие-то другие проблемы. Поэтому пришлось так. И заработная плата уменьшилась у нас тоже. 17 тысяч зарплата и 7,5 тысяч коммуналков. Это остальное, что остается 9-10 тысяч прожить вдвоем с ребенком. Это реально? Пробочие. Согласно отчету Минздрава, средняя зарплата персонала 32 тысячи рублей. Таких денег не видели, говорят фельдшеры. Да и нагрузка большая. Людей не хватает. Иногда приходится просить помощи у прохожих. Например, для транспортировки больного, подчеркивают работники скорой. Однако и тут, по отчету, снова норма. Бригада на район с радиусом обслуживания в 30 километров. Если взять точки от горняка, получается 30 километров по прямой. Но где у нас здесь прямые дороги? Здесь у нас расстояние, получается, по деревням, где-то 40-50 километров. Помещение для отдыха, кухня, кстати, тоже оставляет желать лучшего. К слову, здесь запах, при котором совершенно пропадает аппетит. Так выглядит душевая кабина ЦРБ Локтевского района. Трещины на стенах, высокотехнологичная вешалка и мебель, судя по всему, из икеи. К слову, работники мыться в таких условиях просто не рискуют, предпочитая домашний уют. Комиссия Минздрава в составе трех человек начала свою проверку еще позавчера. Кстати, к их приезду выгнали новенькую технику. Мы определили те болевые точки, которые имеются в этой медицинской организации и набросали предварительный план работы в ближайшее время. По результатам этой проверки будет составлена справка, даны рекомендации будут руководителю медицинской организации и установлен жесткий контроль за исполнением этих поручений. На данный момент все неравнодушные переживают, что может грозить фельдшеру Анастасии и ее коллегам после вызова в прокуратуру за их отказ от молчания и общения с журналистами. Проверка Центральной больницы Локтевского района, инициированной Минздравом, завершилась уже сегодня, 26 января. Итоги подведут позднее. Мы будем отслеживать события и сообщим о результатах в следующих выпусках. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.